В Доме молодёжи впервые в Сарове прошёл масштабный турнир по смешанному боевому единоборству «Горький батл». 12 спортсменов из разных городов страны подарили саровчанам настоящий праздник спорта. Зал Дома молодёжи стал центром притяжения для всех ценителей красивых боёв и захватывающих спаррингов на ринге. Здесь прошёл масштабный турнир по смешанному боевому единоборству «ММА «Горький батл». Открыли турнир боец из Сарова Хабибулагу Байдулин и спортсмен из Чебоксар Роман Крапива. Мужчинам предстояло бороться три раунда по три минуты. Саровчанин сразу взял инициативу в свои руки и за 30 секунд болевым ударом одолел противника. Победу Хабибулла посвятил Виталию Карловичу Михайлову. Он непосредственно тренер борьбы и вложил бортовские навыки моим тренерам, которые меня обучили. Благодаря его навыкам я смог победить в этом боеденке. Соперник Хабибуллы Роман Крапива признаётся, что проиграть саровчанину было совсем не обидно. На турнир Роман приехал в первую очередь за эмоциями. Планировалось провести всю дистанцию, двигаться больше на ногах, но, как видите, немного не получилось. Поэтому ни о чём не жалею, в принципе. Несмотря на поражение, Роман Крапива вызвал на ринг ещё одного соперника – призёра по бразильскому джиу-джитсу 2023 года Евгения Онтина. Чебоксарец решил, что ехать издалека и провести на ринге всего 30 секунд для него мало. Но и схватка с очередным соперником не принесла Роману победы. Побеждает боец Красного Гоу Евгений Онтина! Финалом турнира стал зрелищный бой кандидатов в мастера спорта по ММА, обладателя синего пояса по бразильскому джиу-джитсу Матвея Груздева и кандидатов в мастера спорта по рукопашному бою саровчанина Семёна Улимова. Соперник будет серьёзный, мы всегда готовимся на все 100%, независимо от оппозиции, потому что я считаю, нужно показывать себя всегда на 100%. Заготовили пару приёмов для соперника, изучили немножко его стиль. Попробуем, будем действовать по классической тактике, выматывать и, возможно, финишировать попробуем. В схватке никто не хотел уступать противнику. Все три раунда спортсмены держали удар, но в дополнительном раунде победу одержал Матвей Груздев. Это первый турнир по смешанному боевому единоборству ММА в Сарове. Его цель – популяризация смешанных боевых искусств в Нижегородской области и пропаганда здорового образа жизни. Всего в турнире приняло участие 12 спортсменов, 4 из них из Сарова. Каждому участнику подбирался противник в его весовой категории. Руководитель Федерации смешанных единоборств России по Нижегородской области и основатель промоушена «Горький батл» Максим Казаков отмечает, что турнир удался на все 100%. Однозначно получилось, но всегда есть к чему стремиться. В Сарове есть очень отзывчивые люди, которые помогают. И мы еще будем проводить турниры, это однозначно. Потому что спорт, он, так скажем, заразен. Люди должны это увидеть во всей красе, спорт. Не обязательно, конечно, чтобы зрители занимались профессиональным спортом, но это зрелище привлекает людей к занятиям любительским видом спорта. Каждый спортсмен после боя получил подарки от спонсоров. Не остались без призов и зрителей. На мероприятии организаторы разыграли подарки от спонсоров, а также вручили приз за лучший бой. Поставить удар, научиться защищаться и обходить соперника. Мастер спорта международного класса по рукопашному бою и боевому самбо Андрей Сироткин провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы «Икар». С таким восторгом откликаются воспитанники спортивной школы «Икар» о мастер-классе, который им преподал боксер и кикбоксер, мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы, многократный победитель и призер Кубка мира, чемпион России в кикбоксинге, мастер спорта по рукопашному бою и боевому самбо Андрей Сироткин. Он рассказал об основах кикбоксинга, провел разминку, а также показал интересные приемы для того, чтобы в дальнейшем юные спортсмены смогли их применять на соревнованиях. Секрета никакого нет в любом виде спорта. Все все знают, все делают одно и то же, просто все зависит от трудолюбия, целеустремленности. Кто, насколько перед собой ставит задачу, тот и становится чемпионом. Принять участие в мастер-классе смогли и девочки, тренировала юных спортсменок, призер Кубка мира по кикбоксингу, многократная победительница и призер областных соревнований Вероника Громогласова. Девчонками я очень довольна, потому что, как я поняла, они не знакомы с боевыми искусствами, но когда я им давала материал, я им давала в основном базовые удары из бокса, это прямые удары, боковые, апперкоты. Я видела, у них такой огонь прямо в глазах был, они были прямо полны решимости и энергии, чтобы это исполнять. В принципе, все очень так быстро схватили весь материал, который дала и выполнили на ура. С восторгом и Вероники Громогласовой откликаются и сами участницы. Девочки признаются, что никогда не занимались раньше бокса, но Вероника заставила их поверить в себя, и теперь они готовы записаться на тренировки. Нам очень понравилось, что новая обстановка, новые люди, чтобы с такими людьми позанимались, что нас научили чему-то. Такие мастер-классы проводятся в рамках промоушена «Горький батл», цель которого – рассказать о бойцах, которые живут в регионе, повысить их медийность и дать возможность выйти на соревнования российского и мирового уровня. Руководитель промоушена Максим Казаков рассказывает, что мастер-класс в первую очередь проводится для детей. Зал на Икаре он выбрал не случайно. Когда-то Максим в нем тренировался, а сейчас уже сам открывает свои залы по единоборствам. Все это взаимосвязано в определенную систему. И мастер-класс бесплатный – это социальный проект для того, чтобы люди увидели спорт в своей красоте, его надо красиво показать. Для этого мы пригласили Андрея Сероткина и Веронику Гермогласову. Это такие лидеры в спорте, они яркие личности. И, соответственно, люди в виде их, у них загорается желание тоже быть причастными к спорту. В завершении мастер-класса активных участников наградили подарочными сертификатами, которые они могут обменять на профессиональные перчатки. Лучшие бегуны Сарова собрались на манеже спортивного комплекса «Юниор» в рамках зимнего чемпионата города по легкой атлетике. На старт вышли студенты – сотрудники предприятия и ветераны спорта. Они соревновались на дистанциях от 30 до 1000 метров. Легкую атлетику неспроста называют королевой спорта. Самый массовый вид объединяет в себе бег, ходьбу, прыжки в длину и высоту, метание снарядов. На манеже СК «Юниор» собрались лучшие спортсмены из числа школьников, студентов и сотрудников городских предприятий. В рамках зимнего городского чемпионата по легкой атлетике участникам предстояло пробежать дистанции в 30, 300 и 1000 метров. Уровень, конечно, растет из года в год, и мы видим только лучшие результаты. Конечно, радуемся, потому что дети, маленький детский возраст, они постоянно выезжают на соревнования. У нас выездные соревнования в году в Федерации легкой атлетики. Шесть соревнований выездных и пять городских. Кирилл Механошин занимается легкой атлетикой под крылом Марины Мачкаевой. Юноша регулярно тренируется, показывает высокие результаты на соревнованиях разных уровней. На городском первенстве спортсмен пробежал дистанции в 300 и 1000 метров. Соревнования для меня как показатель того, что я заработал между концом сезона и сегодняшним днем. Достойных и от этого много. Есть те, у кого видна перспектива. Маленькие дети, которые бегают очень хорошо. Смотрю на них и видно, что заняем будущие атлетики. На километровой дистанции среди мужчин лучшим стал сотрудник РФИАЦВНЕЕВ Евгений Интяпин. Среди женщин студентка с РФТИ Варвара Афонина. В бассейне «Дельфин» прошли традиционные соревнования по плаванию, посвященные Международному женскому дню. Воспитанницы прекрасного пола продемонстрировали свою технику и скорость, в то время как юноши выполняли роль организаторов. Спортсменки, комсомолки и просто красавицы вышли на старт традиционных городских соревнований по плаванию среди девушек в преддверии 8 марта. Организацию состязания юноши взяли на себя. Виктория Боркина занимается плаванием около 6 лет. Привели родителей, чему школьница очень рада. От тренировок получаю очень большое удовольствие, так что могу привести мысли свои в порядок, не волноваться. Занимается Вика у Евгения Чувашлева. В этом году значимых соревнований впереди много. Праздничный старт в очередной раз позволил проверить свои силы и подготовиться к предстоящим региональным состязаниям, которые пройдут уже в апреле. Для меня он важен, чтобы отработать разряд, тренера порадовать, чтобы сама порадовалась, ну и грамоту получить, место занятия хотя бы какое-то. Соревновались девушки по четырем программам. 50 метров вольным стилем, бутерфляем, на спине и брасом. Победителей выбирали в пяти возрастных категориях. Старшая возрастная группа – это 2008 год рождения старше. Затем идут средние возрастные группы – 9-10 года рождения девочки. Следующие – 11-12 год рождения. Следующие у нас девочки – 13-14 года рождения. И самые маленькие у нас малыши девочки – 15-го года рождения и младшие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова